С вами MegaAbzor.com Сегодня поиграл Приключенческую игру от Grab The Games Ашина The Red Witch Высшая годом ранее На площадке Steam Сейчас стартовала на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Данная игра повествует О загадочном мире духов Странных существах И рассказывает историю нескольких персонажей Сама же цель Помочь Эш найти дорогу домой И вернуть свою сестру По традиции прошел на платину И получил удовольствие Эта игра оформлена в пиксельном стиле Основное внимание уделяется Решению головоломок Которые плотно вплетены в общее повествование Путешествовать игрок Будет управляя Эш В мире духов Начинается история с натянутого общения между сестрами И пропажа одной из них ночью В это же время в комнате Появляется еще один человек Танто Который после того Как воспользовался кухней нагло Украл кулон главной героини Подаренной ей матери Собственно с попытки вернуть этот кулон И начинается история В игре есть несколько крупных локаций Каждую из которых Будут стимулировать изучать Распределяя NPC И предметы по всей карте Без полноценного исследования локации Пробежаться по сюжету Здесь возможности нет При этом сами игровые локации Сделаны с вниманием детали Как и часто бывает Помимо своей основной цели Будет и много желающих получить помочь Помощь точнее главной героине Кто-то из них будет дополнительно знакомить с миром игры Кто-то сообщит подробности происходящего Но все так или иначе Они связаны с сюжетом И здесь отлично проработаны диалоги Те кто любит читать Как раз смогут насладиться Они полноценно перейдены на русский язык И на многие другие Возможно вы изучаете язык И как раз будет подспорьем для тренировки В целом погружение здесь беспроблемное При этом градус происходящего По мере прохождения Ашина Заредвич растет Но вместе с этим Если не вчитываться в эти самые диалоги Можно потерять нить происходящего Поэтому рекомендую все-таки Не игнорировать эту часть игры И хоть маленько читать Тем более здесь есть трагическая даже составляющая Которая возможно приведет К сопереживанию главной героини Разработчики не поленились И разнообразились Само путешествие На различном таким вот оформлении Разные локации есть по типу Это городские зоны Шахты, бани Старинные замки Канализации и даже лес И все это в целом Отлично передано И выдержано в общем стиле Есть и ненавязчивая музыка Не спевающая наедать при прохождении Что имеем на выходе Это 2D приключения С головоломками И изучением локаций Сопровождающиеся диалогами с персонажами Интересно исполненным локациями И гармоничной музыкой Игра не затянута Пройти можно за 3-4 часа Стоит она недорого в турецком сторе С удовольствием обсудим с вами в комментариях Возможно уже успели поиграть в стиме Ашина Заредвич Лайк, подписка, приветствуются Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok